привет друзья вы на канале все для клево не успели даже расставить первую дилищу только забросил уже первый карп сразу же моментально понимаете вот что значит правильно выбранная оснастка правильный крючок и правильная толщина поводка и сразу у нас карпик будет такой килограммчик как всегда начало положено друзья в очередной раз мы с вами выбрались на рыбалку сегодня прекраснейшая погода ветра практически нет так чуть-чуть и синоптики говорят о том что это чуть ли не последние дни теплые которые нас ожидают чуть-чуть надо прикрутить бейтранер поэтому поспешили опять на рыбалку чтобы успеть еще раз насладиться прелестями нашего любимого хобби спасибо ребятам которые стоят рядышком которые дали мне такой клаптик буквально пять метров шесть что у меня получилось поставить три удилища вот кайдо импульс black power carp карповое удилище и мой любимый альбатрон трехметровый вот три моих удилища и тема сегодняшнего видео будет где эффективнее ловить на ближней бровке вот у меня стоит это удилище на ближней карповым удилищем я забросил максимально на максимальную дальность туда аж грубо говоря под тот берег и удилищем импульсом я забросил на среднюю дистанцию в общем тема сегодняшнего видео где эффективнее ловить по берегам посредине реки или подальше интересно проверить буду ловить на фидерную оснастку inline как связал фидерный монтаж можно посмотреть в этом видео которое выпало окошко с правой стороны от вас на ближней дистанции буду ловить кормушкой весом 100 грамм на средней 125 и дальнюю буду использовать 150 грамм что касается крючка считаю что этот крючок новинка скажем так 2018 года мне он очень нравится и поэтому я сегодня решил не экспериментировать а ловить на тот крючок который мне больше всего нравится 15 103 серия анаконды 8 метр 8 номер крючочек он тоненький и очень зацепистый очень острый поводок привязал с шнура power pro диаметром 0,1 миллиметр получается тут нагрузка 6 килограмм у него нормальный прочный прочный шнурочек недостаточно будет он тонкий и гибкий в общем то что нужно collectible друзья среди останутся привезла к нам карасика хорошенькая он мощный хороший поклевка на дальнюю бровь хочу сказать, где бы вы ни ловили основа это все-таки прикормка чтобы вы одно и то же самое место точечно прикармливали это самое главное друзья, главное не торопиться основная причина, почему теряется карп это народ хочет моментально его вытащить из этого и происходят все срывы потому что резко, потому что срочно необходимо его учить нужно аккуратненько, нежно, не торопясь подвести его и забрать ну что, друзья, дальняя обровка приносит нам очередного карпика вот такой красавчик килограммовый нормальный друзья, вот они, те рыбаки, которые уступили мне кусочек места спасибо кстати, был уже сюжет мы уже встречались с ребятами когда-то я ему бы ступил немножко места то есть, получается, друг друга нужно было учать, правильно? ну да приветствую ну что, как рыбалка? пока тихо у меня, у Дениса он взял здравствуйте, Денис Александр привет так, я видел, что вы забраться вот сюда вот эту с помбы, да? да, да прикормите место блин, ну это же неправильно почему? ну, потому что вы же не учитываете течение реки и глубину да, ничего это ты прикармливаешь вот тот мужик с лодкой, видишь, он там стоит? вот ты ему прикармливаешь вот тебе надо стоять вот там вот, где этот вот мужик на тех жигулях и вот тогда ты прикормишь себе то есть, тебе нужно учитывать этот параллакс с учетом течения а течение тут быстро, особенно там то есть, нужно подальше отходить подальше спасибо за все я смотрю, что даже при таком течении среднеумеренном, скажем 150 грамм, в принципе, держится нормально то есть, я забрасывал вот как по удилищу прямо, ровненько и отнесло, буквально ну, чуть-чуть отнесло но не критично то есть, как бы, я своим вторым удилищем который на ближней бровке его не цепляю в принципе, это меня устраивает 150 грамм держит это хорошо что, есть карпик? на шо? на горох на горох, да? хорошенький такие уже, где-то душечка, да? полторушка полторушка нормально да, это не маленький ага насть покушатник, да? или шо это? а, просто плавающий грузило то есть, плавающий а, скользящий ну да, самихосекающий скользящий грузило и просто на крючок горошину, да? понятно какой-то вариант в ловле, как использует мой сосед слева используя ласточку грузило и поводок где-то примерно 15 сантиметров большой крючок с горохом такой вариант тоже, как бы, приемлемый ну, скажем так как исключение из правил ну, не знаю я так не ловлю потому, как считаю что можно хотя бы немножко покормить дедушку Днестра а тут получается вообще ну, ни прикормки, ничего просто тупо крючок и горох один или там два, не знаю это из разряда занять пол берега поставить 50 удочек и пытаться поймать одного карпа в сутки это вот этот вариант который использует сосед слева ну, у нас немножко методы другие у нас всего три удилища и нам нужно эффективно и быстро порыбачить вот это наш метод вот что значит точечно прикармливать одно место ни влево, ни вправо, ни дальше, ни ближе точечно сейчас я вытащу карпика и покажу вам, друзья секрет, которым я пользуюсь чтобы точно прикармливать его так, чтобы забрасывать в одно место есть, друзья ближняя бровка сработала ближняя бровка сработала вот такой килограммчик хорошенький серебряный, красивый карпик я обещал вам показать как я забрасываю точно в одно и то же место имеется ввиду по дальности ни ближе, ни дальше и именно плюс-пинус 20 сантиметров естественно, чтобы попасть по азимуту то есть я выбираю какое-то направление да, на том берегу а по дальности если учесть, что я не крепсуюсь потому что может клюнуть карп и порвать мне оснастку я использую просто кусочек изоленты, друзья вот я его прикрепил обычно вот так креплю только такой узенький чтобы если что он мог проходить через кольца фидерного удилища маленький кусочек изоленты приклеил к леске все, он у меня получается как маркер понимаете и я точно знаю, что кормушка стоит именно на том месте куда я и хотел то есть там, где у меня уже стоит мой накрытый стол для наших карпов вы поняли? поэтому я думаю, что стоит взять на вооружение кто не знал этого секрета некоторые пользуются там маркерными фломастерами там, я не знаю красят леску ну у меня такой вариант попроще, скажем кстати, друзья чем мне нравится вот эта кормушка смотрите, видите она сама превращается то есть вы видите, как она так, ну что, друзья приехали мы в 7 утра 2 часа рыбалки уже прошло уже 9 часов утра у нас потихонечку горох у нас ух, расходится это радует вот наша задача весь этот горох выкормить где-то до часу дня поэтому нужно кормить, кормить, кормить каждые 5 минут прошло 5 минут вытаскиваем только таким вариантом можно привлечь сначала, может, мелкую рыбу потом покрупнее и карпика ну, нам повезло что с дальнего заброса и ближней бровки у нас сразу, как бы, карпики средняя бровка принесла нам карася ну пока отлично пока все супер посмотрим, что будет дальше друзья, по мере подвижения рыбалки я буду увеличивать длину поводка используя опыт приведенный мной вот в этом видео для того, чтобы моя наживка была в центре кормового стола ну, или, по крайней мере где-то там близко к кормовому столу как я предполагаю друзья, дальний заброс принес нам в карасик вот такой хорошенький вот так это в общем я дальше кормовом и как Друзья, хочу показать вам, что именно в точку прикорма я забросил свою снасть, видите, на месте моя меточка. Вот я заметил, что у меня на ближнюю бровку и средний заброс поводки не путаются, почему-то на дальнюю путаются, не могу понять, почему. Оказалось, что вертлюжок жесткий, то есть он, получается, не крутится, вы поняли? Берем другую, здесь все хорошо, здесь крутится, нормально. То есть перед тем, как ставить кормушку, обязательно проверяйте, чтобы вертлюжок крутился, чтобы он отрабатывал свою функцию. Ну, друзья, дальний заброс. У меня получился. Но при этом я знаю, что мой маркер на месте, вы видите? То есть точно на свой кормовой стол я закинул очередную порцию еды. ПО Carrtycznie Гринга, очень хорошо. ПО РАЦИИ, ПО ПАТИО. ПО ТВ, ПО РАЦИИ, ПО РАЦИИ, ПО РАЦИИ, ПО РАЦИИ. ПО РАЦИИ, ПО РАЦИИ, ПО РАЦИИ. О, красавчик, друзья Очередной карпик Смотрите, какой красивый Золотой Это такой уже Полторашка До двух Такой красавец Смотрите Волосиная оснастка наша Сработала Вот как важно Кормить то место Маленький крючок Видите? Волосиная оснастка Как важно кормить Именно точку Не там, влево, вправо, плюс-минус Разброс метр А именно целенаправленно Кормить точку И тогда карп приходит туда И начинает кушать Друзья, вот соседи Подписчики моего канала Пригласили на шашлык Представляете? Как классно На ребрышки То есть получается, что Не зря этим делом занимаюсь Народ знает Вот, видите, как приглашает Так что Знаем, пользуемся И много очень подсказок На вашем канале советов Да Ну и слава богу То, что уже неоднократно Я говорил То, что вы создали Каналфы Пользуемся вашим успехом Сами ловим Ну отлично Отлично Ну что, давайте попробуем Может шашлычок? Да, конечно Берите Ну-ка Вот это вот Ваш бы зонтик Сейчас как раз Стати, который вы Показывали А-а-а С этим А вообще зачем он? Солнца нет В смысле? Нет, это от ветра От ветра так, чтобы На стол сильно не дуло Вкусно, слушайте То, что надо Что, друзья Очередной карпик На дальний заброс Ну вот такая Полторашечка Красивая, друзья То, что надо Ну вот и все Вот он шестой карпик, друзья Вот наш Сегодняшний лов Друзья Шесть карпов Два карася В принципе Достаточно Я доволен Сегодняшней рыбалкой И как Вывод По рыбалке Хочу сказать, что Сегодня лучше ловилось На дальний заброс Хотя работал и средний И ближний На дальний лучше Ну Однозначно Нужно прикармливать место И точечными Кормушками Точечными Забросами В одно и то же место Бомбить И тогда у вас все получится Друзья, напоминаю о том Что на нашем канале Проводится конкурс В данный момент Буду рад вашему Участию Там условия не сложные Но призы Очень приятные Поэтому посмотрите И участвуйте Ну а я прощаюсь с вами Вы были на канале Все для клева Всем удачи Всего хорошего Встретимся на рыбалке И пока